Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Укрлайф ТВ и с вами сегодня на связи Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Марив. Руслан, там что случилось на офисе покушения? Как вы думаете, какие силы там в этом замечены? Что случилось? Вы знаете, это же не первое покушение за последнюю неделю. Давайте еще вспомним якобы покушение, очень там туманное покушение на принца Саудовской Аравии. Знаете, что меня беспокоит в ситуации с Фиццу? Ну, Фиццу вместе с Орбаном такая консервативная часть Европы, которую в нас привыкли иногда называть пророссийской, хотя это совсем не так. Но это консервативная часть Европы, которая ориентируется больше на Трампа и республиканцев в США. Вот так правильно их бы называть. Что меня беспокоит в этой ситуации, кроме того, что вот обе эти фигуры, они как бы проводники одновременно в Европу и части интересов Китая, и возможных переговоров с Россией, и интересов республиканского лобби. Конкретно с Фиццу это еще роль в возможном продлении контракта на транзит российского газа через территорию Украины. Напомню, что несколько месяцев назад Фицца приезжал в Украину, встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, и там взял на себя роль возможного переговорщика о продлении этого контракта. Большие деньги, десятки, может быть даже сотни миллиардов долларов стоят на кону. Украинская сторона после этих переговоров, которые оценивались высоко и позитивно в Украине, несмотря на всю предыдущую выборную, риторику Фицца, несмотря на все то, что он сказал во время избирательной кампании у себя, но украинская сторона заявила о том, что да, Украина не готова договариваться с Россией, но она готова рассмотреть ситуацию, при которой, если какая-то страна Европейского Союза возьмет для себя функцию обеспечения транзита и договоренностей с Россией, тогда Украина готова договориться с этой европейской страной для того, чтобы продлить транзит газа, российских энергоносителей в Европу. Словакия, Венгрия, Сербия, некоторые другие страны Европы до сих пор получают под трубом российские энергоносители, прежде всего газ, нефть, но также Европа продолжает получать значительный объем российских энергоносителей в виде жиженного газа. Но это уже другая история. Вот это меня беспокоит, что как бы вот это покушение на Фитца не ложилось в чайду этих покушений на лидеров, и как бы это не было бы подрывом Северных потоков-3. Я хотел как раз вопрос этот задать, что участились почему-то, смотрите, на Салмана, этот принца Саудовской Аравии, на Зеленского было покушение, да, то есть, ну, а сейчас на Фитца, то есть, следующий что, Орбан? Вы знаете, это означает, что действительно пришли в движение тектонические политические силы. И иммунитет глав государства, лидеров государства уже не работает. По правилам игры нет, все больше, все реже-реже играют по правилам, все чаще и чаще играют, знаете, по привычкам злачного кабака где-нибудь на окраине город. Вот что-то, поэтому это очень-очень серьезные вещи. Да, Фитца непростая фигура, он очень опытный политик, у него есть очень такие, ну, есть связи с очень такими интересными транснациональными международными кругами, то есть, вот, очень непростая фигура. Понятно, что если в этом покушении действительно обвинять активиста либеральной партии, ну, как бы, предварительно есть информация о том, что к этому, якобы, причастен активист одной из либеральных словацких партий, то это будет приобретать еще и дополнительную политическую окраску. В этом, помните, мы как-то с вами в одном из эфиров обсуждали такую, знаете, стратегическую схватку либералов и консерваторов в Европе, которую мы наблюдаем. Это будет иметь еще и такую окраску. Но очень-очень опасная ситуация. С точки зрения развития политических событий, в очень опасный момент в Европе парламентские выборы, в Европарламент, как это повлияет, интересно, на выборы в Европарламент? Повлияет ли это? А может повлиять, правда же, при правильной подавлении? Конечно, очень интересная ситуация. ФИЦа, конечно, мы желаем, как любому человеку, это в любом случае ужасное преступление, и мы желаем выздоровления, и всем нашим политикам желаем ответственности только перед законом и законными методами. Хорошо, перенесемся к нам, Украину. Ситуация, конечно, не очень хорошая, да, то есть на фронтах россияне давят. Смотрите, уже 9 сел взяли, да, по-моему, 9 сел уже взяли. На окраинах Волчанской они там давят. Что случилось? Куда делся эти баррикады или что там они строили? Куда оно все подевалось? Или его вообще не было? В этом пограничье особых укреплений не было, давайте честно говорить, потому что частично они не могли быть построены, это правда абсолютно. Россия просто уничтожала строительную технику, атаковала рабочих, которые пытались построить, условно говоря, какие-либо укрепления там в 10-15-километровой зоне от границ. А частично мы видим, как видео показывают с тех же липцов, где завезены были строительные материалы, и так они лежат вдоль дорог, достались россиянам. Теперь они могут их использовать для строительства своих укреплений. Частично это повлияло на неэффективность государственного управления и коррупции. Вы знаете, меня что удивило, Руслан, что горят эти материалы, горючими материалами сделали эти оковы. Как так вообще возможно? Ну это элемент коррупции, с этим надо разбираться. Я не знаю, позволяет ли техническая возможность нас сейчас демонстрировать карту. Карта ребят из Дипстейт, они большие молодцы, делают очень хорошую работу. Вот этот регион войны сейчас у нас, и вот это два плацдарма вторжения российской армии. Вот один плацдарм, это направление Липцы. Липцы я сейчас его увеличу с целью выйти к Липцам, для того, чтобы взять, чтобы была возможность обстреливать Харьков даже из ствольной артиллерии. Причем сегодня российские ланцеты уже подбивали нашу технику даже на окружной Харькова, вот в этом районе. Понимаете? И цель выйти к Харькову и создать кризис вокруг Харькова с оттоком населения, с политическими проблемами для власти. Тут уже захвачено, видите, по последним самым данным, 81 квадратный километр. На самом деле там, скорее всего, больше, потому что есть кадры наличия российских войск вот здесь уже, вот здесь, в этой зоне. И вот второй плацдарм, который идет в Волчанске, на Волчанск, видим 54 квадратных километра оккупированных. Тут другая цель этой атаки. Цель этой атаки через Волчанск пройти на Белый колодец, Бурлук, ударить в тыл Купянскому фронту. Отрезать вот эту часть территории Украины, создать эту санитарную зону и ударить в тыл Купянскому фронту. Если Россия будет сопутствовать успеху, они посчитают, что сопутствует успех, то они могут попытаться реализовать операцию, которую они реализовывали в начале войны. Вот эти зеленые закрашенные, это освобожденные от российской оккупации территории, они могут снова пойти по этому зеленому на изюм, например, на Балаклию с целью выхода на Славянск, в Донбанскому фронту. Это сейчас маловероятно. Вообще российское наступление очень такое, оно очень специфическое. Оно, знаете, напоминает мне рейды исламских радикалов в свое время, исламских сепаратистов в Чечне, в Дагестане. То есть большие, это авиация, разведка и силы пехоты, которые проникают силами ДРГ в глубь территории. С маленькими группами. С маленькими группами с редким, нечастым, немассированным использованием бронетехники. Наверное, таким образом Россия испытывает сейчас на нас новую тактику. И это свидетельство о том, что, скорее всего, изначально Россия планировала эту операцию как элемент действительно растягивания наших сил, раздергивания резервов, увеличение линии фронта. Но надо понимать, что цели операции могут меняться во время самой операции. Если России удастся прорваться через Волчанск, например, и подойти ближе к окраинам Харькова, нельзя исключить, что тогда Россия на это направление перебросит значительные резервы, которые у нее еще есть, для того, чтобы начать попытаться оккупировать Харьков, пытаться начать бои за Харьков хотя бы, и для того, чтобы действительно прорваться более углубь украинской территории. Поэтому операция, которая изначально, как планировалось, как грейд, может быть пограничной, она может трансформироваться в одну из ключевых битв этого года. Посмотрим. Наши военные говорят, что еще есть группировка в районе Сум. Но, более того, помним, говорили о том, что будет наступать в районах Ахтырки несколько раз. Но посмотрим, хватит ли России сил, поскольку она все больше и больше втягивается именно на эти два полцдарма. Занятие территории и продвижение дальше требует новых резервов. Думаю, что ближайшие дня 3-5 будут решающими. Станет понятно, сможет ли Россия прорваться через Волчанск. И вообще, есть ли за Волчанском еще резервы, и есть ли здесь укрепления. Потому что нам говорят, что основная линия укрепления находится за Волчанском, западнее, южнее Волчанска. И сможет ли Россия выйти к липцам, занять этот населенный пункт. Это, наверное, и определит исход именно боев на этом направлении. Буквально на прошлой неделе все говорили, что у россия не хватит сил. То есть там надо, чтобы наступать на Харьков, допустим, иметь минимум 100 тысяч контингент войск. Говорят, что там ерунда, там 10-20 тысяч, максимум 40 тысяч собралось, но невозможно. Ну так посмотрите, что делается. Маленькими группами они как продвинулись, только так далеко. Потому что не хватает сил не только... Расслабились наши ребята там или как? Нет, не хватает сил и у нас. Понимаете, две большие армии сегодня воюют на Запорожском и Донбасском фронтах. А вот эти второстепенные направления до последнего момента, их прикрывали бригады территориальной обороны. Понимаете? Их прикрывали отряды пограничников. Мы же видели, видим, кто воевал. И только в последний момент, когда началось российское наступление, на это направление мы начали перебрасывать спецназ ГУР, Кракен, третью штурмовую. Мы начали латать эти дыры. Кроме того, понимаете, тут же идет еще борьба штабов. То есть как бы россияне понимали, что мы понимаем, что россияне пытаются растянуть наши силы. И наоборот, то же самое работают. И поэтому мы, кажется, немножечко запаздывали с решением выделения резервов на это направление. Понимая, что Россия к этому стремится. Россия, понимая, что мы специально, что мы это понимаем, на самом деле продвигалась дальше. Вот такая вот сложная игра. Знаете, тут как... Это как в том фильме. Помните это? Я знаю, что ты знаешь, то я знаю, что ты знаешь. Да, да. Вот такая в штабах и была именно эта игра. И, возможно, мы... Как бы расчет нашего командования был на то, что Россия все равно такими силами не сможет глубоко проникнуть. Поэтому эта ситуация не требует больших резервов. И в ближайшие дни покажут, чей расчет был прав. Если Россия прорвется через Волчанск или Клипцам, нам все равно придется задействовать значительные резервы. И она достигнет, как минимум, своей стартовой цели. Если Россия не прорвется через этот рубеж, то это означает, что изначальный выбор, даже с учетом потери части территории, начальный выбор обороны этого региона был правилен. Потому что Россия готовит еще где-то удар. Хорошо. Почему тогда не эвакуировали население? Вот это большая проблема. Вот смотрите, что я заметил для себя. Молодая девчонка полицейская вывозила старых людей, рискуя своей жизнью. Неужели это нельзя было раньше все это делать, зная, что они будут наступать все равно в любом случае? Это вообще риск молодым ребятам даже, да? Вот почему раньше нельзя было эвакуировать этих людей оттуда? Тут даже больше вопросов. Смотрите, если мы были уверены, что эту пограничную полосу нельзя защитить, ну, потому что мы не можем построить там укрепление, тогда мы должны были ее отселить полностью. Конечно. То есть мы должны были полностью, и речь не идет о большом количестве людей. 10 тысяч людей, может быть, максимум. 8 тысяч, говорят, сейчас эвакуировали, еще кто-то остался, кого-то не успели эвакуировать. Ну, пускай 15 тысяч, не 150. Я думаю, что на мирной фонд только Харькова больше сейчас гостиничный и рекреационный. Понимаете? Но, кроме того, это один аспект. Мы этого не сделали. И тут, мне кажется, было отсутствие нормальной координации между военным руководством и между гражданским руководством региона. Если был принят план по оборону регионов в глубине территорий, значит, надо было из этих зон, которые невозможно было оборонять, отселить людей. Второе. Мы видим то, что часть наших пограничников, например, или бойцов территориальной обороны, они погибли или попали в плен. Может быть, надо было пересмотреть и размещение наших сил в пограничной полосе. Может быть, их надо было отвезти немножко в глубь территорий, чтобы эти пограничные заставы не окружали и не брали в плен. То есть тут уже есть вопрос к военному руководству. Но, говорю, развитие событий покажет, кто право, кто виноват. Если российское наступление заморозится, значит, все-таки тактика была избрана не безошибочно, но правильно. Стратегические действовали правильно. Если оно будет развиваться, то означает, что и военное, и политическое руководство гражданское совершило серьезные ошибки. Мне кажется, что увольнение руководителя вот этого Харьковского направления управления войсками это в первый же день или на второй день развития ситуации, мне кажется, уже стало маркером того, что президент и генеральный штаб оценивают эту ситуацию как такую, что развивается неправильно. Ну, россияне же могут войти в азарт сейчас, да? Да, они могут это направление перебросить просто резервы значительные и попытаться развивать вместо, знаете, рейдовой операции трансформирование там в новое масштабное наступление. Да. Хорошо, Руслан. И получается, Блинкин прилетел, да? То есть поиграл на гитаре, там попел, там вели какие-то разговоры. Как вы думаете, какой будет результат? Вот для чего он приезжал вообще? Блинкин приезжал с несколькими целями. Первая цель, он привез фактически план реализации американской помощи Украине до конца этого года. Ну, как минимум, до завершения американских выборов. Деньги выделили, но как и в каком виде они будут поступать, это все пока что, знаете, было очень размыто. То есть Блинкин привез знак политической поддержки и план реализации американской помощи Украине. Раз Блинкин приехал обсудить несколько событий важных ближайшего будущего. Прежде всего, это саммит мира в Швейцарии, на который планируется приглашение. Президент Украины хотел бы видеть там президента США. Зеленский об этом прямо сказал в своих комментариях. Сейчас начали говорить, что, возможно, в ближайшие недели пройдет между ними даже встреча. Какая-то, может быть, не будет президента США, может быть, снова же будет Блинкин или кто-то такой в Швейцарии, но саммит вытребует глав государства. И саммит это совместная украино-американская идея. И обе страны сейчас втянуты плотно в подготовку в подготовку этого саммита. Обсуждение саммита, обсуждение того, для чего он, как он будет реализован и все остальное. Второе, это обсуждение саммита НАТО в июле этого года в Вашингтоне. Там тоже будет стоять маяч, я бы сказал, вопрос Украины. Американские официальные лица заявляют, с одной стороны, о том, что Украина не будет принята в НАТО, а с другой стороны, заявляют о том, что будут приняты новые программы расширения сотрудничества. Ну и третий вопрос между Украиной и США сейчас формируется так называемое соглашение о безопасности. То есть соглашение об оказании Украине военной помощи в случае новой российской агрессии. Эти договория, которые Украина подписала уже с многими странами, такой договор между Украиной и США еще не подписан. Он формируется, он будет рассчитан якобы на 10 лет. И вот я думаю, что детали этого документа тоже обсуждали. Кроме того, Блинкин, конечно, обсуждал вопросы коррупции. Кроме того, обсуждались, возможно, какие-то кадровые ротации, поскольку многие посольства, тоже американские, остались недовольны увольнением Кубракова. Мы видели эти заявления. То есть было еще много всяких закулисных вопросов. Ну и, знаете, вот эта игра на гитаре, пицца, и потом игра на баре и в гитаре, она на самом деле, это... Не подумайте, что это просто какая-то глупость, или это такое, знаете, самодурство высокого лица. Нет, это политический шаг. Это политический шаг. В США выборы идут. На визит Блинкина смотрят в Пекине, в Москве очень внимательно. Тем более, в преддверии визита Путина в Пекин. И Блинкин своей этой развязной игрой на гитаре показывает, что российские планы в отношении захвата Киева и разрушения Украины, дестабилизации Украины провалились. Что Киев сегодня находится, и Украина находится в союзе с Соединенными Штатами Америки. И сегодня это безопасное, стабильное место, а кое-где даже веселое, даже творческое. То есть, поэтому, знаете, вот эта игра на гитаре, Блинкин играл на струнах, на струнах души американского избирателя и на нервах Путина. На самом деле, вот выступая в Киеве, потому что давая сигнал, что Киев стабильное, безопасное место, и ваша стратегия в отношении Украины на данный момент провалилась. Ну, в политике каждое слово, каждая точка и запятая имеет свое значение. Это правильно. Да, абсолютно. Да. Руслан, хорошо, вот в России инаугурация прошла, там новое правительство уже есть, неожиданно там новый министр обороны. Как вы думаете, военные усилиться после назначения гражданства министра? Через какое-то время да. Смотрите, Путин демонстративно не тронул генеральный штаб. И на совещании Министерства обороны подчеркнул, что генеральный штаб, то есть генерала, которые управляют войсками, мы не трогаем. Смена руководства Министерства обороны, она связана с тем, что, наверное, Путин считает, что война вошла в фазу войны на экономическое истощение. И необходимо более качественно управлять огромными экономическими ресурсами Министерства обороны. Больше 100 миллиардов долларов. 100 миллиардов, да. 112 была официальная цифра, только на 2024 год, и эта сумма будет расти. Россия будет и расти. Судьба Шайгу была предрешена еще после задержания Тимура Иванова, его первого опорного зама в подозрении в коррупции, но там говорят, что там не только коррупция, там говорят, есть подозрение в госизмене, а коррупция только повод. А также мы видели задержание начальника одного из руководителей по кадрам Министерства кадровика главного. То есть идет зачистка вот этой команды генерала вот этой башни Кремля, Минобороновской башни Кремля, которая долгое время конкурировала с другими башнями Кремля, которая оказалась неэффективна с точки зрения экономического управления процесса. Белоусов поставлен на задачу вместе с Монтуровым, которого повысили до ранга первого вице-премьера, поставлена задача раскрутить военно-промышленный комплекс, дать военным все, что они хотят, подготовиться к длительной войне, возможно, на 10 лет вперед с точки зрения резервов, ресурсов, обеспечения ведения армии, снизить уровень корруппированности и повысить эффективность. Все западные медиа воспринимают это назначение как опасное, то есть менее остро воспринимался бы шейнг. А одно из американских зданий, кажется, спектакр, сравнило это назначение с назначением Альберта Шпеера, министром обороны Германии в 1942 году, тоже гражданского человека, не военного, не генерала. Во время войны. Во время войны, да, которое, по оценкам западных историков, привело к тому, что Германия еще провоевала как минимум два лишних года. То есть повышена была эффективность работы военно-промышленного комплекса. Это маркер того, что Путин считал, что команда Шойгу неэффективна, она взорвалась, она заигралась, она мешает достижению военных целей российским государством. Думаю, что в какой-то мере здесь есть и эхо Пригожинского бунта, потому что обида, и не только не остановили, не только не предотвратили, но и не остановили, потому что Москву собирались оборонять ахматовцы и гвардейцы Зотова, да. А ноним Министерства обороны оказалось бессильным остановить марш Пригожина на Москву. Кстати, это вылезло боком не только Шойгу, возможно, это вылезло боком и Демину, губернатору Тульской области, который считался одним из преемников Путина, возможным кандидатом министра обороны, но мы видим, как технично его сейчас оформили помощником президента. Вроде бы и важная должность, но лишенная собственных полномочий, собственных точек опоры, абсолютно зависимая от первого лица должность. Ну и, конечно, надо еще вспомнить эти два назначения. Патрушев старший отправлен просто на пенсию, будет заниматься кораблестроением, да мы понимаем, это просто фактор возраста. Вместо этого Патрушев младший повышен до повышения пошел, потому что семья остается лояльной и отношение Путина к семье в принципе позитивное. Шойгу переведен на политическую должность, потому что уровень доверия между Шойгу и Путиным большой, личный. Но Путин разочаровался в управленческих качествах самого Шойгу, поэтому его поставили на должность, где ничем он управлять, кроме своего секретариата, наверное, толком и не сможет, кроме своей приемной. Вот изменения минимальны, по большому счету. В администрации президента вообще они мизерны. Нет. Да. Путин делает ставку на уже проверенных управленцев, по большому счету, что есть большие изменения в губернаторском корпусе, и несколько молодых губернаторов вошли в правительство, тоже надо вспомнить, и сами губернаторы, там серьезные подвижки по губернаторскому корпусу. Но эти перестановки показывают, что для Путина остается ключевым мотивом принятия кадровых решений это личная лояльность. Потом уже возникает вопрос эффективности. Все остальное уже абсолютно второстепенно. Судьба Шойгу, так как у Путина есть обида, на него, помните, генерала Лебедя, который тоже возглавлял Совет Безопасности России, да? А потом разбился... Он же был кандидатом президента, когда Ельцина, там 15% аж набрал тогда. Его назначили секретарем Совбеза и потом катастрофа вертолетная. Как вы думаете, Шойгу удержится надолго или... Лебедь был кандидатом президента, причем одним из наиболее реальной альтернативы. Я не думаю, что Шойгу когда-либо решится сегодня конкурировать с Путином. Не думаю. Думаю, что преемника Путина стоит где-то искать сегодня в правительстве. То есть Путин сейчас будет проверять своих преемников через работу, через управление реальными секторами младшего Патрушева, других людей или в правительстве искать, или в администрации президента в виде замов как минимум или руководителей департамента. Вот там могут искаться преемники. Кроме того, понимаете, война против Украины формирует немножечко другую реальность. Нельзя исключить, что этим преемником может стать кто-то из героев войны. Война только набирает обороты в силу своей тотальности. И в российском сознании она продолжает еще трансформироваться из СВО полноценную войну. И мы можем еще увидеть очень удивительные фигуры через несколько лет среди генералов, которые принимают участие. Эти люди сейчас могут быть еще лейтенантами, условно говоря, через 2-3 года они могут играть уже и политический вес российской политической системе. Да. Помните, Руслан, перенесемся в Америку. Помните, в одном интервью вы говорили, что вот с кем-то вы общались, там говорили Мишель, Мишель, да, вот, и тут раз на тебе вроде бы разговоры уже были, что Байден вроде бы в июле или в августе там объявит, что он снимает свою кандидатуру в пользу Мишеля Обамы. Это реально? Как вы думаете? Думаю, пока что мало все же вероятно, но это запасной вариант, вариант, знаете, Б для демократических элит. Мы видим, что Байден согласился якобы принять участие в дебатах с Трампом. И я думаю, что эти дебаты все покажут. Если Байден провалит дебаты или Трамп провалит дебаты, то возможны замены. То возможны замены на сцене. Но вот после дебатов уже вся эта интрига спадет. Ну, смотрите, у Трампа тоже положение сейчас шаткое. Суды за судами. Это же тоже непонятно, чем все это закончится. да, Трампа продолжают атаковать, но республиканцам очень сложно отказаться от Трампа. Понимая даже, что Трамп набрал очень огромное количество токсинов, у него большие антирейтинги, им сложно отказаться от Трампа из-за того, что... То есть этот отказ можно только если в том случае, если сам Трамп захочет согласиться. и он назначит преемника. Если это делать там ломая Трампа, то есть через конфликт какой-то, то высока вероятность, что республиканская партия вообще расколется. Расколется на две партии, возможно. Высока вероятность того, что любой другой республиканский кандидат будет вообще не иметь никаких шансов победить демократического кандидата. А если республиканский кандидат, какой-то слабый кандидат, покажет мизерные плохие результаты, негативно скажется на следующих выборах в Конгресс и в Палату представителей и в Сенат. Это может в принципе привести к закату республиканской партии. Ведь далеко не всю историю американскую была только демократическая республиканская партия. Было раньше много партий. Коммунистическая партия была даже, помните? Коммунистическая даже была, но в США были периоды, когда не две партии, больше было намного в Конгрессе. Поэтому такие резкие движения могут привести к распаду нынешней двупартийной модели, к гибели одной из партий. Поэтому республиканские элиты, старые классические, скрипят зубами на Трампа, но пока не могут найти выход из этой ситуации. Смотрите, вот сейчас идет против Натаньяфу, да, то есть давление, огромное давление идет со стороны США, но чуть ли вообще там хотят отказываться помогать, если они там будут продолжать войну. Что делать Израилю вот в такой ситуации? Вот как быть им? Израиль по большому счету для того, чтобы отомстить за эту террористическую атаку Хамас, он очень многое поставил на атаку и возможно новую большую войну на Ближнем Востоке, и сотрудничество с США, и внутреннюю стабильность, то есть очень много что стоит накану. Мне кажется, что для Израиля настало время более умеренной политики, потому что если Натаньяфу будет настаивать на продолжении военной операции, заходить в РАПах, добивать этот палестинский анклав, то это действительно может трансформироваться в очень серьезный кризис на Ближнем Востоке, не имея стабильной поддержки США во время выборов, потому что мы видим, как дорого Израиль обходится Байден, потому что Байден из-за Израиля теряет отдельных групп внутри американского общества, вот не имея стабильной поддержки со стороны США, Израиль может рискнуть своей государственностью на Ближнем Востоке, очень сложная ситуация, мне кажется, что в принципе еврейский народ это очень мудрый народ, но сейчас ему надо проявить и умеренность тоже, и мудрость, и умеренность тоже. Тогда-то Голда Мэйр, которая была, которая жила в Киеве, которая происхождениями из Украины, она сказала о арабах, фразу, которую сейчас можно применить в отношении евреев. Войны на Ближнем Востоке закончатся тогда, сказала Голда Мэйр, когда арабы начнут любить своих детей больше, нежели ненавидеть евреев. Вот сегодня, мне кажется, евреям, да не только евреям, русским, другим, украинцам, другим, надо любить своих детей больше, наверное, нежели ненавидеть, даже справедливо ненавидеть кого-то другого. Да, почему я Израиль затронул, территории Израиля меньше, чем территория Киевской ООС. И смотрите, как там защита организована в Израиле, там же тоже заводы работают, оружие выпускают. Противник не так. Почему? Вот смотрите, Киевская область тоже защитена хорошо. Почему нельзя наладить у нас на маленькие территории хотя бы все это? Вот почему мы до сих пор ничего не наладили, да? Почему до сих пор надеемся на помощь со стороны? Ну, во-первых, Израиль тоже не за один день строился, было время, а во-вторых, у них противники не того уровня. Я думаю, что, я думаю, что если бы, условно говоря, соседями Израиля была Россия и она напала на него, наверное, при всем моем уважении к Израилю, Израиль был бы обречен. Ну, понятно. Да, если бы на них упало 8 тысяч ракет, ни один купол нормальных, современных ракет, ни Катюш хамасовских, ни один купол ничего не выдержало бы. Поэтому тут и качество управления, и единство общества, и поддержка США, и вообще громадного мирового лобби Израиля, и более слабый противник, более дезорганизованный противник. Даже в прямом конфликте с Ираном Израилю было бы сложно. Но Иран, мы видим, несмотря на всю эту ситуацию, он так и не решился, ограничивается символическими выпадами и диверсионной деятельностью в отношении Израиля. Да. Ясненько. Ну, что же, Руслан, на сегодня, я думаю, завершим нашу беседу. Спасибо, что были с нами. И вам спасибо большое. Внимание. Спасибо нашим зрителям. Дорогие наши зрители, дорогие друзья, у Руслана тоже есть свой YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и продвигайте. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова